Привет! В этой уроке мы с вами загрузку скин на персонажа. Ребят, наш персонаж имеет вот такой скин. Самый обычный скин имеет такой деревянный щит и каменный меч. Если я, например, захочу, чтобы у него был скин подобный вот такому, что-то мне нужно будет зайти в каждую часть его тела, например, в тело, и просто поменять на такую самую часть. Вот. Вот, может, на такую, допустим. Но это долго. Я хочу что-то просто... Я зашёл в инспектор игрока и просто здесь ввёл три числа. Число на тело игрока, на оружие и на щит. И у меня при запуске игры запустился вот такой скин, который я вписал. У нас такой возможности пока нема для игры, но сейчас мы её создамо. Ребят, заходим в скрипт игрока. И так как мы будем их удачить в инспекторе, мы сделаем их публичными. Начальный перемен я назвал индексом. И у нас есть просто индекс для байки, для тела, индекс для оружия и для щита. Если у нас есть эти индексы, то нам нужно ещё к каждой части создать их картинки. И так, для этого мы создамо отдельные спрайты для каждой части. Наш персонал складается из тела, складается из рук. Руки у него одинаковые, а ноги вот одна светлее, другая темнее. Итого нам нужно создать 4 типа массива спрайтов. Так, я создал 4 массива спрайтов. И у нас есть ещё одна проблемка. Проблемка в том, что у нас просто есть картинки, но эти картинки ещё нужно как-то загрузить. Нам нужно ещё собрать каждый компонент спрайт рендер. Это компонент с тела, с правой руки, с левой, с левой и правой ноги. Давайте я их создамо. Значит, в итоге я их создал, здесь ссылка на спрайт рендер. Теперь в методе старт их нужно ещё и загрузить. Давайте зайдём в методу старт. И давайте начнём с спрайта бадди. Мы просто будем менять его спрайт. Меняем его на бадди. Вот, бадди спрайт. И в качестве значения для массива мы указываем этот индекс. И так нужно сделать для каждой части тела. В итоге в методе старт мы загружаем в спрайт рендер свой спрайт. И теперь нам нужно сохранить это и зайти в инспектор. И так, после сохранения у нас в инспекторе появлялся очень много новых укошек. Теперь их нужно запомнить. Давайте начнём с спрайт рендера бадди. Просто будем такой объект перекидать. Да, это я ускорю этот момент, чтобы не затягивать. И так, в итоге я закончил. Вот я всё заполнил. Теперь давайте мы поставим индекс, например, в троечку. И давайте запустим сцену. Вот, я её поставил. И как видим, у меня вот такой скин. Давайте я выключу сцену. Поставлю, например. Вот, выпустим пятёрку. И давайте посмотрим. А как видим, у меня уже вот такой скин. Теперь нам осталось сделать так само. Только уже для меча и для щита. Давайте это сделаем. Итак, создаём вот спрайт для оружия и для щита. И так же создаём уличные перемены спрайт рендер для оружия и для щита. В старт мы берём спрайт рендер оружия и щита. И меняем их на их картинке. Только здесь меняем на индекс оружия, а здесь на индекс щита. Итак, я всё запомнил. Если что, то спрайт, вэпон, оружие это items right, а щита это items left. Значит, давайте будем проверять. Давайте, например, индекс оружия поставлю вот на троечку, а щита поставлю на двоечку. И запустим сцену. Значит, вот я запустил сцену. Как видим, у нас теперь каменный щит. И меч у нас такой как был. Потому что он по индексу у нас как раз в три. Давайте теперь поменяем. Давайте поменяем, например, на пятёрку. А щит на троечку. Запустим. Итак, я запустил, как видим у нас вот такой голубой меч. И вот такой золотой щит. Кустим у нас тот самый, тот же самый солдата. Как видим, объём. Инимается точно так же, как работало, так и работает. Как и видим, щит тоже работает. Давайте, давайте так сделаем само и для врага. Но, так как процесс один и тот же, я это показывать не буду. Просто вам покажу готовый результат. Раз, два, три. Итак, ребята, я закончил. Давайте теперь поставим индексы. Например, давайте троечку. Давайте троечку. И троечку. Давайте три тройки. Запускаем. Всё, запустил. Как видим, вот у нашего врага каменный меч. Ну, как видим, у нас такой скин, в принципе, и был. Давайте поставим что-то поболее случнее. Давайте вот, например, шестёрочку по индексу по оружию. И костю, например, тоже шестерочку. Давайте посмотрим. Всё, я запустил. Как видим, у нас вот такой враг. Золотой меч. И при всем, золотой посол. Всё, на этом уже я это видео буду заканчивать. Кому этот урок вам нравился. Смотал лайк, ставь лайк. А на то всё. Всем удачи. Всем пока.